С 15 по 20 мая в Этипарке проходила международная летняя школа представления о парктике и регионе Баренцева моря. Ее цель – вовлечение студентов в диалог, посвященный актуальным проблемам арктического региона, расширение их знания о сотрудничестве России и северных стран. Лекторы школы – преподаватели университетов Лапландии, Хельсинки, Петрозаводска, а также эксперты Карельского научного центра РАН. Помимо ежедневных лекций, дискуссий и практической работы студентам предложили принять участие в деловой игре и стать авторами своих международных проектов. Для ребят это полезный опыт совместной международной работы и, конечно, интенсивная практика английского. Итогом школы станет большая дискуссия на тему проблем развития евроарктического региона. В преддверии летнего сезона в Петерго открылась выставка картин «Пленерная мозаика-2016». На ней свои работы представили члены Карельского регионального отделения «Союз художников России». Краткий экскурс в историю «Союза художников» продолжился обменом впечатлениями от работ, выполненных на «Пленерах» в 2016 году. Работа художников на природе – важная часть творческой деятельности. Она и отразилась на полотнах карельских мастеров. Более 40 живописных и графических работ признанных и молодых талантов передают красоту Карелии, Крыма, Сербии, Болгарии и Финляндии. Познакомиться с картинами можно будет в главном корпусе до 29 июня. 18 мая в библиотеке университета состоялся конкурс на лучшее прочтение стихотворений британских авторов «Мир английской поэзии». Холл библиотеки на это время превратился в настоящие театральные подмостки. Гражданская, любовная и философская лирика звучала в эмоциональном прочтении студентов разных специальностей. Выбор произведений пал не только на программных поэтов, прозвучали стихотворения и менее известных авторов. Конкурс проходил в двух номинациях – на русском и английском языках. Театральные этюды, актерское мастерство и даже сценические костюмы. Членам жюри было из чего выбирать. По результатам голосования лучшими стали Егор Буяло в номинации чтения стихотворения на английском языке и Мария Кошелева в номинации чтения стихотворения на русском языке. 19 мая состоялся первый полуфинал конкурса на лучший инновационный проект по программе «Умник». Участники конкурса – студенты, аспиранты и молодые ученые в возрасте до 30 лет. Отбор проектов проходит по пяти направлениям – биотехнологии, информационные технологии, медицина будущего, новые приборы и аппаратные комплексы, современные материалы и технологии их создания. Результаты полуфинала будут опубликованы на сайте университета и представительства фонда «Содействие инновациям в Карелии». Финал конкурса пройдет в ноябре 2017 года. По его итогам будут выбраны лучшие проекты, которые получат финансирование в размере полумиллиона рублей. День стран ЕС во второй раз прошел в Петрогу. Серия открытых уроков была посвящена культуре и языкам восьми европейских стран. Участников не только знакомили с языком и культурой, но и развенчивали наиболее популярные стереотипы. Проводниками по странам выступили студенты профильных институтов, преподаватели университета и даже школьники города. Мероприятие прошло в рамках Дней ЕС по проекту «Центр ЕС в Баренц-регионе России». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Центр ЕС в Баренц-регионе России»